Итак, всем ребят, привет! Новый выпуск по рояль, и это свершилось. Сегодня мне с гранда за 8 побед выпала вторая лего, которая недостающая была всего лишь одной картой на пятый уровень. Я думаю, вы уже догадались, что это. Это не кликбейт, прошлый ролик также был опубликован, только скрином. Я мог это предоставить, что мне эта карта выпала, но реально я не мог предугадать, что мне вот сейчас конкретно вот с этого испытания, прямо вот сейчас с этого сундука мне выпадет лего. Я успел сделать скриншот, сейчас где-то вот здесь вы их увидите. И за 8 побед выпало кладбище. Как видите, что у меня немножко ситуация по грандам изменилась, я стал больше в них играть и лучше, чем на стриме, да? То есть у меня на стриме 2-3 победы, то сейчас 7, 6, 10, 8. То есть я уже близок к тому, что 12 вот-вот скоро. И тут у нас выходит новое испытание. Оно у нас будет через 2 дня. Нужно сделать 20 побед, это отборный чемпионат, так понял, вы куда-то там попадете, короче. Ну, естественно, на это я претендовать никогда не буду, но это испытание, оно у меня будет пройдено 100%. Изначально я попробую его пройти сам, попробую пройти сам на стриме, потому что... Почему я себе даю шанс? Потому что в прошлом испытании, где я его делал, у меня получилось сделать 17 побед. То есть, ну, как бы, есть шанс, да, что я могу его пройти, но небольшой. Я думаю, что, ну, 15, 15 побед, ну или 18, может, я вытащу, до 20, не знаю, но посмотрим. Если вдруг я его не смогу сделать, мне его забустят. То есть, ну, я не буду отказываться от легендарного сундука и 200 тысяч золота, да? Помимо этого, вы можете тоже воспользоваться этими услугами. Если у кого-то нету возможности, да, финансово заказать бусты, я предоставлю вам несколько видео, в которых покажу основные мета-колоды, чем проходить это испытание. То есть, подпишитесь обязательно заранее на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить этот видос, потому что я сегодня буквально еще выпущу это видео, потом, возможно, завтра и в день самого испытания, чтобы вы, ну, увидели несколько разных колод, несколько разных атак, чтобы понять, хоть, ну, на 20 побед, естественно, я сомневаюсь, что большинство его смогут пройти, на низких аренах, кто сидит, но хотя бы выбить тут же за... Тут ценятся даже другие победы. Смотрите, за 8 побед огромный сундук, за 12 побед магический сундук, за... Ой, за 12 магический, за 18 легендарный. Плюс куча там золота и разных карт. Вы можете заказать буст у меня в группе, я ссылочку оставлю в описании, там будет добавлено в товары это испытание. Не пугайтесь с конечной цены, если вы не можете потянуть эту цену, не надо писать, почему так дорого, потому что это испытание тяжело проходить. Я сделал дешевле, чем у остальных ютуберов, это раз. Вот, помимо этого, можете заглянуть в описание этого товара, там будут не только на 20 побед предоставлены услуги, также на 18 побед, это в 2 раза дешевле, на 12 побед, ну и ниже я вообще не вижу смысла бустить, потому что вы там и сами должны все справиться. Короче, подписка на канал, лайк и ждите видосы. Сегодня я продемонстрирую первую колоду, которой сам, собственно, играю, и с которой сам, собственно, буду проходить. Кстати, насчет кладбища. Если хотите, чтобы я прокачал его на видос, и, кстати, это не отменяет наши выпуски по открытию сундуков, они все же будут, но, опять же, опять же, 10 тысяч лайков. Значит, колода, которой буду проходить я. Дека с пекой. Я ее уже показывал ранее, но здесь вместо бандитки был призрак вроде бы, да. Вот, но у меня не сильно зашла эта дека, поэтому, конкретно с призраком, вот, а вот с бандиткой реально неплохо, смотрите. Ну, да, это не сильно такой огромный показатель, то есть у меня тут не ряд 12 побед, да, 12-шек, но все же, вы знаете, как у меня все плохо было с грандами, и вот я сделал 10 побед, и вот 8. С 8 мне выпала, собственно, эта карта. Вот, ну, я предлагаю сделать пару онлайн-атак. Если вы ждете это видео, если вам полезны, если вам они нужны, дайте об этом знать в комментариях. Я сегодня выпущу еще один ролик колоды, который можно проходить для нас с побед, и, возможно, завтра несколько видеороликов, и в день испытания, собственно, чем мы его прошли, если вам это, конечно, поможет. Если вам ничего не помогает, заказывайте буст, ссылка на группу в описании. Да, 4 минуты было вступление, собственно, поехали теперь пару каточек проведем с колоды, которые я буду... Ога. Так, значит, противник выставил пеку, мы тоже поставим пеку. Напишите в комментариях, а сколько вы... Это уже третье испытание, отборный чемпионат, сколько вы делали побед в подобных испытаниях? То есть мне будет интересно почитать просто. Я, не знаю, у меня... Я думал, что я не сделаю и 10, но я в прошлое испытание целых 17 побед замутил, но это реально неплохо. Поэтому я еще со счетов себя не списываю, поэтому на стриме попробуем. Ну, опять же, сколько получится, сколько и получится. Потому что в первый день очень легко проходить испытания, потому что там много будут играть с бесплатной попытки, ну, так скажем, не сильно опытных игроков. Поэтому шансы у нас есть. Кстати, я играю против зеркальной колоды, только, опять же, повторюсь, я заменил бандитку призрак. На призрака заменил бандитку, вот. Так, пока я проигрываю по хитпоинтам. Да, пока по хитпоинтам я проигрываю, но... Это пока. Что? А, и у него мегаминдион вместо летучки, да? Угу, шахтер на хижину. Ок. Так, хижину мы сохранили. Ну, относительно. Так. Пойзан, конечно, плохо. Пойзан наносит урон и по башне, и по летучке немножко нанес урона. Не знаю, давайте предлагаю попробовать зайти мини-генераторами и зайти с шахтером. Он поставит пеку, скорее всего. А, нет, призрак оставит, и зря, кстати. Надо было пеку. Потому что я сейчас урона нанесу немало. Плюс я уничтожу его генераторов. Ну, то есть, реально, смотрите, я... Вот у него ошибка была. Не надо было там мутить что-то. Я бы поставил пеку, потому что это бы задефало все абсолютно. А так он потерял своих юнитов, и при этом не задефался. Ну. Так, ставим хижину. Здесь мини-генератор. Естественно, пойдет поизан. А, он поизан, смотрите, как выбросил. Не на мини-генераторов. Ну, отлично. Мы шахтера задефали. Единственный урон это от поизана мы получаем. Ок. Все, смотрите. Сейчас будет просто контр-атака. Выбрасываем все-все, что у нас есть. Накрываем ядом. Абсолютно все мы накрываем ядом. И хижину, и башню, и мини-генераторы. И забрасываем еще шахтера. Ну, конечно, вот... То, что мы пеку не уничтожили, это плохо. Так. Но у нас там летучка еще выжила. Так, давайте бандитку выбросим. Так, хорошо. Смотрите, что делает летучка у нас. У нас 400 хп осталось. У нас 1000. Так, надо... Надо сейчас все сделать грамотно. Мини-генераторы. Окей. Тогда поизан забрасываем. Так, сейчас тоже выбросим пеку. Только... Наверное, пеку на... Нет, 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 нет. Сначала мини-генераторов, чтобы уничтожить шахтера по-быстрому. Надеюсь, на пеку у меня хватит эликсира. Хотя, не понадобится мне пека. Я задефаю и так. Осталось 100 хп. Ну, там один поизан. Так, быстрей, быстрей, быстрей. Тычка. Вторая победа. Короче. Я думаю, что будет сложно, но... Не так, как в грандах. То есть, до 12 побед будет вообще изи. Прям изи-изи. Поехали еще одну каточку для наглядности. Так. Что-то я не проверил изначально лэпку. Так, ставим, короче, хижину. У нас есть она в цикле. Единственное, что... Кому я проигрываю в этой колоде? Это лаве. Это от 100% прям невозможно контрить лаву. Хоть у меня и есть мини-генератор и летучка. Но это все, я напоминаю, умирает от фаербола и от поизана. Поэтому лаву реально трудно контрить. Проигрываю трем мушкетерам с гигантом. Тоже много мусора. Не всегда легко. Вот, походу, это три мушкетера против меня сейчас. Да, только это не с гигантом. Хотя, не знаю. Возможно, и с гигантом. Да, так что сейчас, возможно, проиграю. Но пока я не вижу сборщика. У трех мушкетеров, как правило, есть сборщик. Но, возможно, он его просто в цикле не было. Поэтому сейчас поставит. Так. А, ну вот. Против меня три мушкетера. Только сказал, что он не мне контрят. И тут бау. Так, ну ладно. Пока все неплохо. Сейчас узнаем, что у него за танк. Возможно, только шахтер. Просто до этого мне подбирался и гигант, и шахтер вместе. Так. Значит, смотрите, как мы поступим. Основная атака будет идти у нас слева. Поэтому двух генераторов отправляем налево. Пеку сейчас выставим. Нет, без пеки пока. Пока без пеки. Тут бандитка. Пока без пеки. Так, шахтер. Ну, задефались. Вроде как. Вроде как задефались. И еще смотрите, в какую контратаку переходим. Блин, это ж надо было так ему угадать. С ледяным големом. Ну, отлично. У нас живая летучка. Она сейчас нанесет много урона. Фуловая. А, он запнул. Окей, ставим хижину. 1200 хп на его башне. Пошел ванной эликсир. Сейчас будет жара. Сборщики эликсира однозначно будем контрить позином. Хотя. Да, да, да. Будем контрить позином. Потому что тут все может. Повернуться в последний момент не в мою сторону. Так. Теперь наоборот идут у нас мушкетеры. Поэтому мы наоборот выбрасываем мини-генераторы. Два справа, один слева. Потому что основной дэмэдж будет проходить справа. Так, сейчас будет орда мух. Ага. Здесь у нас пека. Ну, собственно, что я и говорил. Тут выбрасываем яд. И можно было и без яда. Если честно. Так, давайте бандитку. Потому что много-много что-то урона. Что-то много урона. Смотрите, мы по двум лайнам сейчас наносим урон. Ой-ой-ой-ой. Надо было справа шахтера закидывать. Вы просто посмотрите, что я сделал. Я сделал ошибку. Так. Окей, давайте разделяем генераторов. Сейчас надо, блин, не затупить. Пацаны. Я, походу, затупил. Ну, это, блин, жесть. Если бы я закинул шахтера туда, куда надо. А еще вышка бьет не мушкетера. Если бы я закинул шахтера на правую башню, я бы выиграл. Я не думал, что там такой урон сейчас пройдет. Ладно. Стоп. Поехали в гранд. Еще одну катку. Потому что, блин, с седьмыми рарками в глобале. Да, при том, что... Еще и, блин, контр-колода. Так, поехали. Последняя катка в гранде. Против нас, походу, идентичная дека. Блин, обидно, что проиграли трех мушкетеров. Серьезно, потому что там, блин, игра на моей стороне была. Да ладно, зеркальная дека. Почему мне не подбираются гиганты, големы? Вот я реально сейчас бы на скиле их бы затащил. Так. Хижину. Мы немножко покоцали, но... Его хижина выживет. Хотя нет, там они одновременно уйдут. У нас одинаковые колоды, за исключением, наверное, бандитки. Да. У него призрак, у меня бандитка. Окей. Разделяем мини-генераторы. Пойзон. Ок. Бандитка. Мини-пека. Хорошо. Так. Ух ты. Интересно, на пеку у него хватает или-ка? Хватает, блин. Давайте попробуем бревном первый удар пеки. Ах, не получилось. Не получилось. Пойзон. Мини-генератор. Ой. Летучка. Так, хорошо. Ну, блин, теперь у него есть поизон на хижину. А у меня нет. И летучки у меня нет. О, хорошо, что мы его летучку сейчас уничтожили. Но он сейчас шахтера выбросит. И поизон. Так. Нет, он что-то какой-то дичь творит. Блин, а мы еще не уничтожили летучку. Теперь уничтожили. Так. Призрака уничтожаем. И забрасываем шахту. Забрасываем шахту. Так. Бревно убивает генератора. Ладно. Ставим хижину. Ставим хижину. Такс. Такс, такс, такс. Ну все, сейчас двойной эликсир. Сейчас будет повеселее немножко ситуация. Значит, смотрите. Нам пеку сливать сейчас нельзя. Он тратит поизон. Это хорошо. Это нам на руку. Смотрите, мы сейчас этим воспользуемся. Выбрасываем летучку. Дальше выбрасываем мини-генераторов. Забрасываем, смотрите, шахтера. И накрываем ядом. Сейчас будет мини-генератор. Летучка все гореть просто. А-а-а. Он, короче, хитрый. Выбросил не так. Не под яд выбросил. Ну ладно. Все равно мы покоцали башню, покоцали летучку. У нас уже две летучки. Уже одна. Сейчас будет не одной у нас. Блин, а, кстати, по хитпоинтам он не отстает от меня. Хотя я... Ладно. Так, забрасываем шахтера. Готовим поизон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой хороший. Вот почему я выбрал бандитку. Вот почему я выбрал бандитку. Так. Бревно. Так, хорошо. Летучка. Летучка, отлично. Бандитка. Так, мы уничтожили. Отлично. Все пока идет по плану. Но потно. Пока потно. Так, забрасываем шахтера. Готовим яд. Готовим яд. Здесь яд. Здесь мини-генераторы. Так, хорошо. Бревно. Так, сейчас самое главное летучку нам словить. Он сейчас выбросит шахтера и летучку. Нам надо это все дело словить. Выбрасываем бандитку. И летучку. Вот о чем я говорил. Так. Забрасываем своего шахтера. И забрасываем поезон. Надеюсь, я затащу. Да ладно. Блядь. Я просто ору. Да ладно, как? Я же все сделал правильно. Надо было отдефаться, короче. Ребят, на видос вступлю. Не могу сосредоточиться. Короче, 3-2. До этого было намного... Намного у меня... Ну, ладно. Не буду, как говорится, после боя кулаками не машет. Короче, я проиграл. Но приходите на стрим ко мне. Я думаю, он будет завтра. Либо, возможно, сегодня поздно ночью. Я буду пытаться пройти грант. Естественно, буду не так играть. Хотя, я бы не сказал, что я там прям тупил. В конце, я не знаю, 24 хп. Не подрассчитал немножко. Поверил в себя. Думал, что хватит дамага. Но не суть. По результату увидим, сколько я сделаю побед на 20. Ой, в испытании на 20 побед. И, в общем, если не получится у вас, ребят, пройти самому, обращайтесь. У нас ограниченное количество заказов. Потому что это испытание не на 12 побед. Это на 20. Это совсем другой уровень. Это на целое испытание может уйти целый день. Поэтому, если вы хотите, чтобы вам конкретно 20 побед сделали, заказывайте заранее. Потому что потом заказы приостановятся. Все. Всем спасибо за просмотр. Опять же, я хочу вам сказать, что то, что я этой колодой только что, блин, вот так вот лажанул, это не значит, что эта колода не зайдет. Эта колода будет в этих испытаниях. И ей конкретно этой декой 20 побед можно сделать прям на изи. Я думаю, что Дима, который Димас, он прям налегке. Он может 20-0 сделать. Вот. Короче, подписывайтесь. Ждите видосы каток моих бустеров. Мои такие катки, видите, не получились. Хотя, честно, меня бомбит. Я не могу там, блин. Два поединка. Я должен был их выиграть, и я их проиграл. Короче, спасибо за просмотр. Надеюсь, поддержите. До новых встреч. Сегодня будет еще видос. Если наберет этот ролик, 5 тысяч лайков. Пока.